Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. 14% от общего количества студентов в республике выезжают для получения образования в Россию. Примечательно, что они потом остаются там жить, а это уже утечка мозгов. Бегбулата Тлеухана досрочно освободили от должности депутата Можелеса парламента республики Казахстан. Связано ли это со скандалом, когда журналистка рассказала, что он применил к ней силу? Новые филиалы российских вузов могут появиться в Казахстане. Об этом договорился Токаев на встрече с президентом России Путиным на полях неформального саммита СНГ. Как полагают эксперты, казахстанские абитуриенты желают учиться в соседней России. Плохо то, что они потом остаются там жить, а это уже утечка мозгов. Сегодня Россия является наиболее популярным направлением образовательной миграции среди казахстанской молодежи. Российские альма-матр, особенно в приграничных регионах, забирают у нас лучшую абитуру. Многие, получив образование, остаются там жить. На сегодняшний день в РФ обучается 70 тысяч граждан РК. Таким образом, 14% от общего количества студентов в республике выезжает для получения образования в Россию. Единственным аргументом для Тока учащейся молодежи в страны ЕАЭС сегодня является конкурентоспособность казахстанского высшего образования. А с этим, увы, есть проблемы, говорят эксперты. Студенты переезжают из-за возможности получить более дешевое и, что гораздо важнее, более качественное образование. Теперь новые филиалы российских вузов могут появиться в Казахстане. Это позволит местным студентам оставаться на родине, что снизит вероятность утечки кадров из страны. Очень важный момент – это соглашение в области образования. Филиалы ведущих российских вузов, там вот у нас знаменитые физтех, ДТИ, ДАУННСКО училище. Мы просто срочно нуждаемся в этом. Мы вас ждем. Вопросы, которые вы сейчас затронули, на мой взгляд, являются чрезвычайно важными. И образование, и энергетика, и цифровизация – это прямо ключевые вещи. Поэтому, конечно, если бы вы нашли время где-то в начале года приехать, мы были бы очень рады вас посмотреть. Прошу, спасибо вам. Спасибо. Нынешние абитуриенты через некоторое время после того, как поступят в российские вузы, станут такими же выпускниками российских вузов. А Казахстан заинтересован в том, чтобы студенты влились в экономические проекты и программы в Казахстане. Есть идея создания здесь более крупной и серьезной сети филиалов российских вузов. Вероятно, открытие представительств российских вузов в Казахстане снизит остроту проблемы оттока учащейся молодежи. Сегодня в стране действует шесть филиалов российских высших учебных заведений. Впрочем, экспорт образовательных услуг и локализация их на казахстанской почве в формате филиалов – мера хоть и хорошая, но все-таки недостаточная, полагают эксперты. Главное все-таки – это повышение качества местного образования. Багбулат Леухан уже не депутат. Теперь он назначен первым вице-президентом Всемирной Федерации Этноспорта. Но, выходя из Можелиса, ему пришлось отвечать на вопросы журналистов. Надо сказать, что не все вопросы ему понравились. На этой почве между одной из журналисток и экс-депутатом даже случился небольшой скандал. Багбулат Леухан назвал причину ухода из Можелиса. Скрывать не буду. По состоянию здоровья, сказал он. Хочу немного отдохнуть. Некоторые вещи после 55 дают о себе знать. В связи с этим хочу пройти комплексное лечение, рассказал экс-депутат. А журналисты спросили его, не уйдет ли он теперь из партии власти. Я не ухожу из Нур-Отана. Я просто перехожу на другую работу. От политических взглядов я никогда не отказывался. Я не такой человек, чтобы прыгать с места на место. Не был таким и не буду. Следующий вопрос журналистов касался многоженства. Дело в том, что по закону в Казахстане это запрещено. Но поскольку в истории страны полигамия была, и некоторые дамы сами не против этого, то вопрос периодически обсуждается в обществе. Западное издание обращает пристальное внимание на это явление. По их словам, появление второй жены для казахов является признаком высокого социального статуса. Как часы роликс. По данным на сайте парламента, экс-депутат Леухан имеет 9 сыновей и 6 дочерей. Он единственный человек, который не скрывает, что у него несколько жен. Я полиган на браке. Я никогда это не скрывал. Когда журналисты начали его расспрашивать, как к этому относятся в партии власти, в которой он состоит, экс-депутат решил прекратить общение и зашел в лист. На слова журналистки о том, что многоженство в Казахстане запрещено законом, Леухан начал выталкивать ее из лифта. Когда журналистка попыталась зайти в лифт вместе с экс-депутатом, он оттолкнул ее. Вы что, почему вы меня толкаете? Я хочу поехать наверх. Далее журналистка Айнур Коскина вызвала в парламент полицию. Дело в том, что по ее словам, экс-депутат применил силу, когда она попыталась взять у него интервью. Журналистка намерена писать заявление. Она рассказала, что экс-депутат задел ее в височную область и также показала сломанный на две части монопод. Сам Леухан покинул Моржлис еще до прихода полиции. В лифте он попытался вырвать у меня мобильный телефон с штатива. Он сломал мне штатив и рукой очень сильно ударил в область виска. Вот сюда. А как он ударил? Прямо вот так вот? Я не знаю, я была в шоке. Я не могу сейчас сказать точно, но ударил он очень сильно. Потому что, ну, можете представлять, если от удара сломался штатив. Наука переходит в коммерческий сегмент. Ученые Казахстана смогут коммерциализировать свои идеи и разработки, а также вступать в долю с бизнесом. Об этом заявили в Фонде науки нашему телеканалу. Это не только повысит финансовую независимость, но и придаст новый импульс научному миру. Могут ли взаимодействовать наука и бизнес? Казалось бы, мысли о высоком никак не совместимы с материальными ценностями. Однако, очень часто все упирается в финансы. Если нет денег на развитие, а планов громадье, то, как бы ни звучало это непонятно, помочь себе могут сами ученые. Прибыль идет на сотни миллионов, и это не предел. А вот и живой пример. Мангишлакский экспериментальный ботанический сад. Тут ученые предложили контейнерное выращивание древесных растений, закрытой корневой системой, которые успешно приживаются, выдерживают засоленную почву, сухой климат и низкий уровень плодородия. Заработали они на этом более 130 миллионов тенге только в этом году. Всего за последние два года коммерциализированы более 100 научных проектов. На сегодняшний день в портфеле фонда науки свыше 150 успешно коммерциализируемых проектов. 113 компаний уже вышли на производство, коммерциализированы. Остальные у нас сейчас доходят до коммерциализации, скажем так, на завершающем этапе. Они сейчас должны уже наладить свое производство, поставить свое оборудование и должны состояться как устойчивый инновационный бизнес. Одним из главных результатов стало повышение финансовой независимости ученых и научных организаций, рассказали в фонде науки. Сегодня 73 ученых и 79 научно-исследовательских институтов, вузов являются соучредителями новых производств, либо получают роялти за свои научные разработки. Объем полученных учеными роялти превысил уже 320 миллионов тенге. Я считаю, что это очень большой, хороший стимул для нашего ученого научного сообщества. Что касается самих ученых, то они получат и достойную зарплату, и возможность масштабирования своих проектов, а также другие платежи. Одним словом, стимул есть. В будущем году синтез науки и бизнеса получат новые формы и укрепится. А фонд науки приглашает ученых присоединиться и попробовать свои силы на новых конкурсах. Гульнару Марва, Олег Писаренко, ТДК-42. Мы продолжаем выпуск, и вот что вы увидите после короткой рекламы. В Уральске изменится тариф на воду. Что стало причиной корректировки цены и когда горожане начнут платить за воду по-новому? Уральцы замерзают без газа. Жители садовых обществ заплатили огромные деньги, чтобы подвезти голубое топливо в дома. Но газ в жилище практически не поступает. В Октюбинской области поставлена точка в деле скандальной свинофермы. Ее владелец признан виновным, но почему его освободили от наказания? Сделать подарок себе и близким к Новому году становится проще. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» предлагает приобрести товар по сниженным ценам. До 31 декабря в магазине объявлена новогодняя распродажа. Вас ждут скидки до 70%, либо кэшбэк до 30%, а также возможность приобретения товара в рассрочку до 36 месяцев без комиссии и переплат. В мечте вы по-прежнему найдете все – от мобильных телефонов и аксессуаров к ним до обогревателей и холодильных камер. Вас ждут низкие цены, огромный ассортимент товаров и возможность оформить все это в рассрочку до 36 месяцев. И это еще не все. По 31 декабря выгодная рассрочка до 12 месяцев от Каспи-банка, без процентов комиссии и переплат. Исполняйте свои мечты, желания близких и просьбу, отправленную Деду Морозу. Приходите, мы будем рады вас видеть. Спешите сделать выгодную покупку. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу. По-настоящему согреть в мороз смогут только изделия из натурального меха. Компания «Союз Меха» приглашает жителей и гостей Уральска выбрать качественное меховое изделие. На выставке-ярмарке от компании «Союз Меха» вы сможете приобрести изделия напрямую от производителя. Вниманию покупателей представлены свыше 5000 шуб, самых разнообразных моделей, оттенков, а также различных видов меха. У нас огромное поступление товара из меха норки, австралийской овчины, лисы, песца. Размерный ряд до 64 размера, гибкая система скидок, рассрочка до двух лет. В норковых шубках огромная цветовая палитра от самых светлых до черного бриллианта. Приходите, мы будем очень рады. Спешите сделать предновогодний подарок себе и своим близким. Компания «Союз Меха» ждет вас по адресу. Город Уральск, улица Сарамудатова, 28,2. Торговый дом «Твой дом Квант». Остановка-строитель на цокольном этаже. С 10 до 19 часов, без выходных. В Уральске тариф на воду изменится со 2 января 2022 года. Об этом сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий. Ведомстве удовлетворили заявку ТОБАТЫ СУАРНАСЫ, которую коммунальщики подали в качестве чрезвычайной регулирующей меры из-за роста тарифов на электроэнергию. В Уральске новый тариф на услуги водоснабжения и водоотведения начнет действовать со 2 января 2022 года. В департаменте комитета по регулированию естественных монополий отметили, что заявка была подана из-за роста цен на стратегический товар – электроэнергию. В этом году тариф был повышен. Будет снижение к ранее утвержденному тарифу к 2022 году. На услуги водоснабжения снижение составит 1,5%. На услуги водоотведения порядка 1,6%. В итоге тариф на 2022 год, средний тариф на услуги водоснабжения составит 103,63 тенге за 1 кубический метр. В том числе для населения 45 тенге 15 тенг. Это снижение к ранее утвержденному предельному тарифу на 1,5%. Некоторые средства массовой информации заявили, что тариф на воду повысится. Но в ТО Баты Сорнасы утверждают – ничего подобного. По словам директора коммунального предприятия, тариф вернется к уровню августа 2021 года, когда был введен компенсирующий тариф. А в последний раз плату заводу повышали 5 лет назад. На конец года сейчас, на данный момент, у нас большая задолженность по налоговым платежам. Порядка 250 миллионов. Большая задолженность перед поставщиками материалов, запчастей, комплектующих. Это где-то около, ну, почти 500 миллионов. Там, ну, плюс-минус, сейчас бухгалтер точно, наверное, скажет. Полумиллиарда задолженность есть. Плюс задолженность перед поставщиками по электроэнергии. Ну, сейчас мы с помощью Акимата основную часть долга закрыли. 196 миллионов было выделено с Акимата. Но, тем не менее, задолженность еще небольшая осталась. Отметим, что коммунальщики еще могут подать заявку на повышение тарифа. Ведь и остальные коммунальные платежи тоже начали свой рост. Роман Копняев, Абулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Премия для избранных. Сотрудники областной детской больницы возмутились отсутствием дополнительных праздничных выплат. Люди заявили, что бухгалтерия получает премии на постоянной основе. Ответ пришлось держать директору медицинского учреждения. Он отметил, что ошибка администрации будет исправлена. Порядка ста сотрудников областной детской больницы высказали свои претензии на собрании коллектива. Медики утверждают, что им приходится делать самую тяжелую работу. Но премии при этом получают другие. Мы выходим на дежурство. Это непросто. Но премии получают только бухгалтеры. Разве это справедливо? Раньше мы никогда ни на что не жаловались. Но эта ситуация выбила людей из колеи. Сотрудники утверждают, что ежемесячные удержания из заработной платы превышают положенные по закону 22%. Директор областной детской больницы заявил, что учреждение имеет долг в сумме порядка 140 миллионов тенге. Поэтому выплата премий в данный момент не предусмотрена. В ноябре был профессиональный праздник, День финансиста тенге. И наши бухгалтера за мою подписью обратились, попросили связи с тем, что у них не очень большая заработная плата в управлении здравоохранения о том, чтобы разрешить выдать небольшие вот эти премии. Официально нам управление здравоохранения подтвердило, разрешило. И они получили приказ. И эти, выданные в виде премии, значит, деньги, они полностью возвращены. Финансовую ситуацию в медицинском утверждении пообещали исправить в новом году. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Уральцы замерзают без газа. Жители садовых обществ, автодорожник, елочка, коммунальник штурмуют офис Кострансгаз Аймака и городской Акимат. Проживающие на дачных участках семьи возмущены тем, что заплатив за подведение голубого топлива около 400 тысяч тенге, вынуждены пребывать в холоде. Из-за низкого давления газ к ним практически не доходит, поэтому температура воздуха в комнатах не соответствует норме. Тему продолжат наши корреспонденты. Вот горит. Слава совсем. По-самому. Весь ночью так сидим. Давления нету. Еще несколько лет назад на подведение голубого топлива каждая семья, проживающая на территории дачных обществ, автодорожник, елочка, коммунальник, потратила порядка 400 тысяч тенге. Помимо этого, ежемесячно они оплачивают за газ свыше 10-15 тысяч тенге. Но из-за низкого давления газ практически не доходит в дома потребителей. Люди вынуждены готовить пищу на плитке. В мороз дома приходится находиться в верхней одежде. Маленькие дети постоянно болеют. В помещении сырость. Неоднократные обращения к подрядчикам не увенчались успехом, поэтому людям пришлось отправиться в АО «Кастрансгазаймак». Приезжаю домой, газ стоит на минусе уже, трубы замерзли. У меня в прихожке стоит котел. И все, решили сегодня собраться, поехали в газовое хозяйство, где мы платим за газ. В итоге нам говорят, проблема не у нас, проблема в ваших подрядчиках. Мы давление выставляем, какое положено. Теперь крайним найти не можем. К руководству организации людей не пустили. Они вынуждены были стоять в холле. Кроме того, отказались впускать и представителей СМИ. Только спустя время к собравшимся спустился представитель АО «Кастрансгазаймак». Он заявил, что с их стороны подается необходимое давление газа. Бесперебойная подача топлива – задача подрядчика, которую последний обязан обеспечить, заявил спикер. Техническое обслуживание вот этого газопровода должен осуществлять владелец газопровода ЖАИК Курлосфакт. То есть проводить все регламентные работы на газопроводе. Мы со своей стороны в точке подключения давления обеспечиваем. Мы туда даем необходимое давление. В свою очередь представитель подрядной организации ЖАИК Курлосфакт заявляет, что с их стороны вся необходимая работа выполнена и проблема возникает из-за низкого давления газа. На территории данных участков газ подается через Подстепное и уже там наблюдается низкое давление. Поэтому мы не можем в полной мере обеспечить людей газом. Возмущенные уральцы отправились и в Акимат. Также люди намерены жаловаться в прокуратуру и судебные органы. Возможно, они разберутся, кто виноват в ситуации. Ведь на кону здоровье и жизни сотен людей. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Костанае пассажирский поезд протаранил автомобиль. ДТП произошло на железнодорожном переезде. Водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу. С подробностями резонансной аварии Нина Шапо. В Костанае ДТП с участием пассажирского поезда случилось утром на железнодорожном переезде недалеко от спецсона. Состав двигался из Костаная в сторону Рудного. Резонансное ДТП произошло на этом железнодорожном переезде. Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем, который он протащил еще примерно метров 200 по рельсам. Водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Мужчина 81 года рождения с диагнозом открытая острая черепно-мозговая травма поступил в городскую больницу, а также ушиб головного мозга, обширная рваная рана правой бровной области. Сейчас причина аварии выясняется. По факту ДТП собран первоначальный материал для принятия процессуального решения. На пульс 102 поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в районе автоциона произошло столкновение пассажирского поезда с автомобилем марки «Шевроле». Прибывшим на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 40-летний водитель, двигавшись со стороны улицы Карпша в районе автоциона, выехал на железнодорожный переезд, после чего произошло столкновение. Пострадавший мужчина сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него был взят анализ на присутствие в крови алкоголя. Нина Шапой, Елена Досова, Андрей Сысоев, ТДК-42, Костанай. Владелец скандальной свинофермы в Актюбинской области попал под юбилейную амнистию. Суд огласил приговор известному бизнесмену Гайку Тертеряну. Его признали виновным в порче земли, ущерб от которой превысил 7 миллиардов тенге. Лайла Уесова продолжит тему. В нашумевшем деле вокруг скандальной свинофермы поставили точку. Суд учел положительные характеристики обвиняемого и пожилой возраст бизнесмена Гайку Тертеряну 71 год. А также частичное возмещение ущерба, поэтому наказывать подсудимого лишением свободы не стали. Конфликт разгорелся в ноябре прошлого года. Жители села Бестамак обнародовали шокирующие факты загрязнения окружающей среды. Все отходы свиней в животноводческом комплексе закапывали в траншеях, вместо того, чтобы утилизировать. Люди несколько лет задыхались от жуткого зловония. На владельца скандальной свинофермы завели уголовное дело. А в апреле Гайка Тертеряна отправили под домашний арест. Предпринимателю, которого обвинили в злостном нарушении экологического законодательства, грозил серьезный тюремный срок – от 3 до 7 лет. Судебный процесс проходил в городе Алга. Приговором суда Тертерян признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. С лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 2 года. Но бизнесмен попал под юбилейную амнистию, и его освободили от наказания. Между тем, общая сумма нанесенного экологии урона составила больше 7 миллиардов тенге. И, возможно, скандальную сфиноферму скоро закроют. Ее имущество распродают в счет возмещения ущерба. Под реализацию уже попали и сами свиньи. На продажу выставили 700 животных. Лейла Уэсова, Жумар Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Октябренская область. 6 золотых и 4 серебряных медалей привезли уральские тейквондисты из Минска, где проводился Кубок мира по тейквондо. Турнир проходил среди участников разных возрастных групп от 6 лет. Наши корреспонденты встретились с победителями. Кубок мира в Минске – далеко не первые соревнования, в которых юным уральским тейквондистам удалось завоевать первые места. На родину спортсмены вернулись с наградами. Они завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей. Победа далась им непросто, отмечают тренеры. Соревнования прошли на высшем уровне. Было очень тяжело, так как это чемпионат мира, Кубок мира. Каждый спортсмен – это сильный спортсмен своей страны, номер один. Мы тоже очень хорошо подготовились, две тренировки в день, каждый день готовились. Ребята показали отличные результаты. Таким образом, сборная Казахстана заняла второе общекомандное место. Некоторые юные участники турнира занимаются тейквондо уже несколько лет. За это время они неоднократно порадовали тренера и родителей победами. Основное качество, которым обладают спортсмены – целеустремленность и усердие. Это и помогает ребятам одержать победу. Мы готовились, две тренировки в день, пять часов уходила в зал. Достать медаль в Минске было тяжело. Мы работали над этим, чтобы взять первый вес. Почитал завоевать чемпионат мира и стать тренером по тейквондо ИТФ. Уже сейчас ребята совместно с тренером начали активную подготовку к покорению новых вершин. В марте 2022 состоится чемпионат Европы по тейквондо. Он пройдет в Хорватии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохово, 7Г. Телефон – 8705-992-0207. Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохово, 7Г. Телефон – 8705-992-0207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова